Доброе утро, народ! Оно наступило, нам пришло время собираться. Вот наш вчерашний шмурдяк, уложенный в темноте, аккуратно, компактно. Буквально через полчаса заедет вездеход, мы поедем вон туда, проверим жерлицы и поедем домой. На машина нам километров, наверное, сто с лишним с переправами. В общем, смотрите, дорога будет интересной. Доброе утро, народ! Ну что, мы умылись, повеселели, расчесали зубы, у кого сколько есть. Собственно, я пришел вот собрать вот эти вот пакеты, упаковки. У нас стейк, говяжий фарш, прочее. Этот фарш съездил с нами на Байкал. Вон, креветка. Креветка тоже сдохла, зараза. Фарш съездил на Байкал, и когда обратно ехал, уже была плюсовая температура. Он чуть-чуть устал, самую малость, но есть мы его уже не стали. А так очень удобно. Достал, на сковородочку поклал, и все. Вот что мы после себя оставляем. Бутылки это в холодильник идут, они с водой. Ну и традиционно дрова. Оставляем дрова. Вдруг кому-то понадобится. Нет, так уплывут. Бумажки сейчас что-то собираю. Все. Ну вот, пакет взял специально мусор собрать. Вот так вот, ребят. Времени 7 утра. Собрались уже практически, позавтракали вкусно. Наша мусорная мусорка. А, у нас две мусорки теперь. Ладно. Вот, ребят, все. Весь целлофанчик, все, что в бумажке пожгли, а целлофанчик и прочее выкинем в мусорку. Все, что не может развалиться. Все, поехали мы. Сейчас уберем шеврецы. Снимем 8 шуток. И бегом, бегом. Солнышко северное припекает вообще не на шутки. Начинаем с этой. Да. Сбило. Сбило живца. Сбило живца и это самое ушло. Ладно. Такое случается. Ну, потом сбило вот того живца и повисло на нем. Какие-то бесстрашные рыбы стоят. Почему она убегает, да? Ну, давай я ее смотаю. Ту выбивай сразу. Утро начинается, начинается. Блин, ну, это ледок тут. Да. Пишню-то мы тоже же взяли с собой. Да. Михаил Юрьевич подготовился. В его отсеке лежит пишня-то. Он ее который раз уже забывает. Посмотрите по видео. Все. Сбит. Пошло одну чуть не забыли. Все, ребята, движемся к машине. Все, ребята, движемся к машине. Желаю. Сбитом, этого есть, что не думал. Вера вот ездит. Я хочу dramatic. Может заниматься машина там не мог, ни о чем к нашему city, Но я嬉ся о чем каянии. Ведь бежит. Угу. Сегодня преждаются параметры. Прибл Pode waves мaze каруд Продолжение следует... 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 Выбирайте правильное время для движения, это сэкономит и топливо, и время передвижения значительно сэкономит. Мы здесь ехали на второй передаче, на третьей еле-еле. Сейчас идем на четвертой, спокойно, без напрягов, без тапки в пол, экономим и топливо. Ну и сами видите, насколько проваливаемся. То есть вот утро, подморожено, пока все, надо ехать. Продолжение следует... 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 Съемки будут пригодиться с противоположного берега... Продолжение следует... 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 Ну, всё отлично прошло. А в прошлый раз, ребят, я вот сюда вот в этот порог влетел. Но было страшно, конечно. Боялся больше всего, что от камень ударить сильно. Как-то ничего страшного. Но скорость очень большая и трудно было себя психологически пересилить. Включить третью передачу и прям по течению копить газу. Выравнивать постоянно машину, чтобы она шла мордой вперёд. Вот это было страшно, конечно. Хотелось врубить заднюю и притормаживать наоборот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мишаня, я тут! Рады приветствовать вас на сухом и другом месте. Посмотрим себя заметить. Да! Ну, всё хорошо. Ну, видишь, мы теперь знаем здесь, где брод. Ты нормальный. Так рисковать не надо, конечно. Это... Буси-то всегда здесь переходят. Слишком, ребята, да. Буси-то всегда здесь переходят, но мы чуть-чуть ниже всё-таки переходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я когда по ней плыл... Ну что, не страшно вообще, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они какие-то маленькие же, да? Да. Всего-то по метру бурунчики вот. Вон там он вообще такие злые буруны. А, метр не меньше. Так я в них, знаешь, как заныриваешь прям. На скорости туда в стену в эту врезаешься. Вода очень чистая. Это она сейчас мутная. Представляешь, что сейчас талая летит сюда и прочее. А летом она идеально чистая должна быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот здесь вот в этом замутке. На течении вот в этом муте должны стоять парели. Лососик здесь есть. Парель-то есть. А до этой речки уже не добраться. Нужно только переплывать. Не зря там лодки стоят. Переплывать и топать пешком. Да. Или на... Нет, там на этих, на москвича гоняют. Вот, ребят, так как мы едем на юг, я уже переоделся в антиклещевый костюм. Ха-ха-ха. А мешайте свече холодно. А я в мосту перешел, видишь? А, да, опасный. Вдруг бы тебя сюда это самое будет. А так бы я как поплавок, но там меня поймал бы и все. Нет. Ну что ж, друзья, движемся дальше. Брод пройден. Гуси здесь всегда без проблем переходят. Так что и мы перешли. Здесь, конечно, для дизайнеров целая росы. Арт-объектов. Корешей, корешков. Вот нам надо было вот тут вот проехать так же сюда. Нырнул здесь. Спокойненько и больше там. Нет, тогда бы не было скучно. Тогда бы скучно было, да. Но у нас же это самое, как вот, слабоумие и отвага. Залог отличных кадров. Да. Ха-ха-ха. Ребят, мы короче решили, увидели отмородку и решили по ней пройти. Еще дня три порыбачим. Крючка. Еще дома-то сидели. А что же домой едем? Наши шутки у вас. Вот лосики. Кушают осину. Жгут они ее, да? Жабно. Это у нас Миша. Отряхнулся здесь. Отряхнулся, да. Миша постоял. Проснулся. Водиться в берлогу затекла. Миша проснулся. Смотрит, входит вокруг. Ягод нету. Чего бы пожрать? А не пожрать ли мне Мишу? Не, Мишу жрать не пожрать. Ха-ха-ха. Да. Миша ходил. Миша когда ты здесь успел? Ходил? Да, во сне, наверное, ходил. Да, расскажи нам про собаку. Про собак какой-то такой маленький. Блин, че пушистый зверек. Росомаха – это крупный представитель подсемейства куньих. По размерам в семействе куньих уступает только калану. Большую часть жизни росомаха проводит в одиночестве, активно защищая границы своей территории, от особей своего пола. Логово устраивает под вывороченными корнями, в расщельных скал и других укромных местах. Кормиться выходят сумерки. В отличие от большинства куньих, ведущих отсек до образ жизни, росомаха постоянно кочует в поисках добычи по своему охотничьему участку. Площадь которого может достигать полторы-две тысячи квадратных километров. Легко лазает по деревьям, обладает острым зрением, слухом и чутьем. Издает звуки, похожие на листья тявканье. Росомаха всеядно часто поедает остатки добычи волков и медведей. Ловит беляков, деревьевов, рябчиков, мышевидных грызунов. Реже охотится на крупных копытных. Добычу преследует бегом. Росомаха бегает не быстро, но очень выносливо и берет свою жертву из мором. При случае может отбить добычу у других хищников, волков, рысей. Нередко разоряет зимовьи охотников, при этом нередко оставляя резко пахнущие метки и похищает добычу из капканов. Бывали случаи, когда большие росомахи нападали на одиноких волков. Летом поедает птичьи яйца, личинок, ос, ягоды, мед. Ловит рыбу у полыней или во время нереста. Охотно подбирают снулую рыбу, охотятся на птиц, хватая их на земле, когда эти спят или сидят на гнездах. По деревьям росомаха лазит не хуже, чем передвигается по земле. Росомаха способна убить добычу больше ее самой в пять раз. Правда, при условии достаточно глубокого снежного покрова, где крупные животные вязнут, может нападать и на человека, но только если загнана в угол. Росомаха довольно бесстрашный и опасный зверь. Так что даже медведь при встрече с росомахой старается обойти ее стороной. А мне что-то такое здесь. Вот моя рука. Вот мишкин след. Сейчас мы будем брать брод штурмом. Вот что значит замерзший нас. Скукота. Именно вот здесь мы свернули, когда ехали в первый день и поехали на разведку озера. А в принципе все могли бы проскочить за полдня и быть на основном озере. Но любопытство, ребят, тяга к приключениям, погоня за туманом, называйте как хотите, но залезть какой-нибудь сзад, это наверное у нас в крови. Ну и поэтому, наверное, вы нас смотрите, да и поэтому мы, наверное, ездим. Так что получилось так, как получилось.